Аклбек Тасбулатов Имеется все необходимое для оказания экстренной помощи, плановой помощи всем новорожденным детям, включая недоношенных детей с очень низкой массой тела и также с экстремально низкой массой тела. По медикаментам в принципе наше руководство нас обеспечивает всем необходимым, поэтому нам сейчас жаловаться не на что. Штат реанимационного отделения полностью укомплектован. Здесь работают врачи, анестезиологи, реаниматологи, неанатологи и медицинские сестры. Помещение интенсивной терапии рассчитано на 6 коек. В период руководства Ольги Месюкевич в больнице появилось очень важное оборудование. Аппарат высокочастотный ИВЛ, надежный и проверенный годами. Он необходим как доношенным, так и недоношенным детям. Помогает в лечении различных заболеваний легких. Мы сейчас находимся в отделении реанимации новорожденных. Вот здесь в Кювезе лежит малыш, которому всего один день. Также здесь присутствует температурный датчик. Вот здесь показывается температура тела ребеночка, вот здесь температура воздуха. В ежедневном отделении интенсивной терапии проводится осмотр маленьких пациентов. Сейчас их двое. На центральной базе фитального мониторирования отслеживаются все показатели. Состояние частоты сердечных сокращений, дыхание, ситуация, то есть насыщение крови кислородом, а также давление. Такие мониторы есть и в самом отделении реанимации, и в ординаторской для двойного контроля. В данный момент мы находимся в процедурном кабинете, который находится в нашей реанимации. В этом процедурном кабинете у нас находятся препараты для инфузионной терапии наших детей, которые находятся у нас на лечении в отделении. Манипуляционный столик накрывается стерильной пеленкой, препараты кладутся, шприцы, и набираются лекарства уже по назначению врача. Врач нам дает лист назначения, и мы набираем на все сутки уже лекарства ребенку. Недоношенные дети делятся на две категории. Это дети с очень низкой массой тела и с экстремально низкой. Недавно врачи выходили малютку с весом 460 граммов. После семи суток пребывания в отделении реанимации Кроха была направлена в перинатальный центр города Нарфаминска. Я отслеживаю судьбу всех детей, которых мы переводим куда-либо. Знаю, что с этой девочкой все хорошо. Она также будет наблюдаться в отделении Котамнеза, этого перинатального центра. И общаясь с коллегами, понимаю, что прогноз у этого ребеночка благоприятный. Совсем недавно в Одинцовском родильном доме на свет появилась тройня. Это довольно редкое явление. Роды прошли благополучно. Аклбек Манжасарович был рад отметить и уменьшение рождаемости недоношенных деток в текущем году. Такая статистика просто не может не радовать. Большая заслуга в этом – работа сотрудников женской консультации, акушеров-гинекологов отделения патологии и реанимации Одинцовского родильного дома. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.